Для дебага вначале запустим наш сайт. То есть сделаем GrandServe. Вот наш сайт уже запустился и мы видим что он поднимается на localhost 9000. Вот эту строчку localhost 9000 мы и копируем. Дальше возьмем и откроем наши настройки дебага и запуска. Add Configuration. Нажимаем плюс. JavaScript debug. Здесь ставим localhost 9000. Переименуем на всякий случай на наша лепта. И вот здесь выберем папочку public, что мы из нее будем дебажить. Нажимаем ok и перейдем к одному из наших файлов, которые мы будем дебажить. Значит откроем public, скрипты, директивы и мне вот интересно как фанель article отрабатывает вот эта вот логика. Ставлю точку останова. Вызываю debug debug. Дебаг начинает поднимать сервер. Вот мы можем увидеть, что у нас Google Chrome подсветился и вот запустилось еще одно окно localhost 9000 news 2016. Мы видим, что он дебажится на JetBrains ID support. Сайт остановился на той точке, на которую мы захотели и теперь мы можем видеть детальнее все, что здесь происходит. Можем открыть Data. Можем посмотреть, что в ней внутри находится. Прото какой-то. Байдинг непонятный. Вот такой вот просмотр внутренностей каждого объекта помогает больше и лучше его использовать. То есть мы видим все, что доступно у нас по этому объекту. localclosure, scope, firebase link, интересно, firebase link, sky editor, еще интересно. Ну окей, с этим мы практически разобрались. Тут ничего сложного нету, просто нужно открывать и смотреть, что происходит в каждом отдельном объекте. Что означают эти кнопочки? Вот эта вот кнопочка первая означает, что мы будем проходить внутрь дальше. То есть вот мы были на if, у нас этот if прошел и мы перешли сразу в else. У нас не исполнилось ни одно из этих условий. Дальше. Вот здесь вот эта кнопочка будет означать, что если мы будем стоять на какой-то функции, то мы зайдем ее внутрь. Вот я нажал на Step Into и мы зашли внутрь функции самого Angular. Для того, чтобы выйти из этой функции и вернуться на этап выше, нажимаем Step Out. Вот мы обратно вернулись на NL Article. Дальше вот здесь Run to курсор. Наверное удобная функция. То есть ставим курсор, нажимаем вот это и оно переходит нам до этого курсора. Но обычно я просто проставляю себе точки останова и нажимаю вот так вот. Видно, что сейчас оно сюда не дошло. Проверим так ли это. Вот если мы откроем страничку, то больше она не установлена. Она уже работает полностью функционально. Перезапустим давайте еще раз наш дебаггер. Для перезапуска просто-напросто перезагружаем вот эту страничку. И мы сейчас увидим, что вот она опять остановилась и у нас поджегся JetBrains WebStorm, чтобы мы опять его дебажили. Вот я остановился на ife. Теперь хочу попасть, например, в DataValueIndexOfNG. Как оно отработает. Она у нас там не захотела отрабатывать. Давайте еще раз перезагрузим страничку. И так, переходим опять к кифу. От ифа мы попадаем в wealth. Ну окей, значит поставим в точку дебага здесь. Нажимаем вот так. И мы переходим сразу сюда. Скульпт ушел. Теперь мне интересно, что вот это же означает сейчас. Скульпт ушел. Какой-то объект. Я беру, копирую и нажимаю вот этот калькулятор. Скульпт ушел. Давайте посмотрим, что он сейчас. Там сейчас Antifight находится. С помощью вот этого калькулятора, остановившись в браузере, мы можем просмотреть любую переменную. Например, мы откроем еще раз. Data.$id Нажимаем Enter. Должно показать его внутренность. Вот. Result News 2016. Мне удобнее дебажить через WebStorm, потому что я сразу же вижу коды, сразу же могу вносить в нем изменения. В зависимости от того, что у меня происходит. То есть, например, вот мне не нравится вот эта вот логика. Скульпт ушел. Я беру, открываю калькулятор. В калькуляторе делаю те изменения, которые мне необходимы. Сразу же здесь валюзирую с помощью Evalet. И дальше беру, сразу же подменяя его здесь, перераниваю страничку. Тут есть еще куча других окон, настроек. Но, как бы, все то, что я вам показал, это самое главное. Больше я не встречал необходимости добавлять еще какую-то функциональность. Хотя, стоит обратить внимание еще на вот эту кнопочку. Она покажет все точки остановок, которые у вас стоят. И может помочь их сразу же отключать, чтобы больше на них не останавливаться. Продолжение следует...